все привет друзья подписчики и подписчики 11 про какой 11 про макс подает признаки жизни не очень открывал подавал признаки жизни давайте откроем посмотрим аппарат гнутый сильно я будем дисплей и корпус телефон одного моего хорошего знакомого я долго уговаривал не тратить деньги вот но все таки решил несмотря на мои упорные уговоры купил корпус модуль за 200 евро приблизительно и корпус не знаю за сколько он его купил там что-то около 80 телефон как он мне объясняет переехал мусоровоз большому удивлению дисплей целый но он конечно не работает мигает подсветка вот он мигнул я ему объяснил что такой телефон уже адекватно работать не будет учитывая то как он гнутый какой вес мы выдержал по-любому там системка не в порядке ну тут он решил делать ну будем делать значит неплохое качество прям можно перепутать если качественно поменять с оригиналом давайте посмотрим что там внутри как я уже сказал я еще не открывал вчера он мне его принес самому интересно бутерброд по-любому расклеенный надо катать все это я объяснил человеку он сказал делать хорошо будем делать по-моему его разбирали за меня что он как-то легко отсоединяется да дисплейный модуль снимали он вижу отпечатки на заглушках но все на месте что меня радует все заглушки все винты так снимаем разъем заглушку нижнего модуля друзья все раскладываю потому что один из промакс я разбирал ну может быть и раз пять всего но чуть побольше поэтому честно говоря наизусть все не помню так как на шестых седьмых восьмых десятых айфонах поэтому сам раскладываю чтобы не запутаться снимаем приближить заглушка дисплейных модулей трехлучевые винты давайте сразу подкинем рабочие и проверим разъем батареи отстегиваем на всякий случай разъем батареи отстегиваем на всякий случай да так ну Ну давай, включайся. Нет, он не включается. Забыл подстегнуть батарею, позорище, бывает такое. Попробуем с подстегнутой батареей, появился долгожданный логотип. Ну, оставляю на зарядке, пусть он подзарядится. Пусть постоит чуть на зарядке, включится, не включится. То есть, если он включается, то всё, я его меняю полностью. Если не включается, то тогда уже предупрежу клиента, что, дружище, он даже не включается. Но я думаю, что он включится. Ставлю на паузу ролик, жду. Не знаю, пусть постоит хотя бы минут 30. Позарядиться до 20 процентов хотя бы, чтобы всё проверить. Ну, не знаю, ничего не могу сказать. Пока ничего не вижу. Но я уверен на 90 процентов, что система повреждена. по-любому бутерброд повреждён. По-любому оторваны пятаки. По-хорошему, конечно, надо ставить перемычки. Извиняюсь, восстанавливать пятаки, переболить всё это дело. И то, я не знаю, поможет ли. Но всё это делать мы пока не будем. Я с человека взял 30 евро за замену дисплейного модуля и каркаса всего лишь, ну, потому что мой старый знакомый. Вот. Ну, дальше будет видно. Если он захочет ремонтировать, будем восстанавливать пятаки. Вчера, буквально вчера закончил одиннадцатый айфон. Одиннадцатый. Было практически то же самое. Гнутый. Вот. Я вам даже покажу, что не отдал клиенту. Вот. Насколько гнутый. Но дисплейный модуль целый и этот самый корпус целый. Но сильно гнутый. То есть, у него был оторван бутерброд, так называемый. Вот тоже, смотрите, с этой стороны, да. Не работала антенна, не работала сим-карта. То есть, мандем был целый. Я заменил слот сим-карты и восстановил около, наверное, около десяти пятаков. Все это дело мы отриболили. И удачно поставили. То есть, сейчас аппарат... Кстати, аппарат не работала антенна и сам выключался. И сейчас все нормально, не отключается. Работает антенна. Работает сим-карта. Конечно, все это нужно было снять. Ну, я думаю, таких телефонов еще будет немерено. Поэтому сниму обязательно. Сейчас начну выкладывать ролики. Снова давно меня не было. Во, включился. Что-то я даже не заметил. Отлично. Тач работает. Давайте посмотрим, работает ли антенна. с сим-картой. Антенна молчит. Давайте откинем сим-карту. Посмотрим, что у нас с сим-картой. Ставим рабочую симку. А, Бойнам, да, тут вышло сообщение. Сразу не заметил. Выбежало сообщение, что невозможно произвести звонки. Не принимать, не отправлять звонки. Ну, то есть оторванный модем. По-любому. Либо модем, либо верхняя системка. Ну, бутер разорванный, так скажем. Сейчас я клиента предупрежу. Если он захочет производить замену, то тогда будем снимать ролик. Если нет, то нет. Оставайтесь на связи. И попрошу у него код, который он мне, кстати, так и не оставил. А нет, код оставил 24787. Камера работает, но не фокусирует, к сожалению. Попробуем еще раз. Нет, камера не фокусирует, то есть хана к камере. Либо устанавливать камеру. Что здесь еще не работает, я только могу приставить. Посмотрим Wi-Fi. Ну, вот Wi-Fi ловит. Так, антенна слетела, камера слетела, Wi-Fi работает. Телефон заряжается. И бог еще знает, что здесь в отвале. Все это надо проверять. Звуки. Звуки есть. Звуки. 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 Короче, оставлю на зарядке. Итак, друзья, оставайтесь на связи. Сейчас я поговорю с клиентом и дальше решим, что делать. И так, друзья, продолжаем снимать. Телефон зарядился до 14%. Можно выключать. Как вы поняли, уже клиент согласился. Чувствую, он мне его еще принесет. И мы будем снимать продолжение ремонт системной платы. Встегиваем нижний шлейф. Встаем слот. Встегиваем. Встегиваем. Встегиваем слот. Снимаем заглушку основной камеры. Встегиваем. 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 Фейс-Айди Смотрите насколько гнутная системная плата По любому там отрыв пятаков Ну ладно Ну ладно Так это заглушка была нижнего модуля Камера с датчиком Фейса Основная камера Вот это скорее всего ушло из строя Поэтому не фокусирует Взбираем нижний модуль Готовая камера Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, жестко напичкан телефон, это только нижний модуль Надеюсь, что он будет самым сложным Так Так Впечатляет, конечно Давайте сразу, наверное, я его поставлю, чтобы не путаться Потому что у меня уже на столе здесь Все сложно Для этого снимаем, дабы ничего не забыть, нижние решетки Добавляем Пытаюсь разобраться, как они снимаются Потому что здесь что-то не похоже На предыдущие айфоны Вот она Так, это она Плюс сама решетка Это супер тонкая Вот она Оказывается Еще это нужно ставить Так, ну, с одним отверстием разобрались Так, здесь У нас тоже самое, полагаю Так, ну, с другой стороны Продолжение следует... Здесь еще два отверстия под микрофон. Продолжение следует... 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 Так, и вот здесь я простыкал вот этот венчик, здесь он у нас идет под виброзвонком, сейчас мы эту вошистку быстро исправим. Не знаю как они называются эти винты, которые стали использовать в айфонах начиная с четверки. Так, и вот здесь он у нас идет. Далее у нас идет заглушка с клипсой. Она должна быть под виброзвонком. Так, и вот здесь он. 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 Поехали. Так вот здесь он. Так, и вот здесь он. Вот здесь он. Субтитры сделал DimaTorzok Далее ставим динамик, если я не ошибаюсь, а нет, два винтика на массу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И сверху у нас идет заглушка Угнушка ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все стоит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не вижу А вот у нас еще сбоку здесь Дома жгутая Вот так. Вот так. Сыпется наш корпус. Еще в стеклах. Выпрямим батарейку. Это у нас тут с двумя разъемами. Батарея готова. Беспроводная. Итак, давайте дальше поменяем замки дисплея. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Поставим в конце. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, и теперь давайте снимем шлейф, наверное, будет правильно, шлейф боковых кнопок, который у нас идет вместе с беспроводной зарядкой. Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь надо подогреть. Либо лучше подогреем. Так, здесь надо подогреть. Так, здесь надо подогреть. Так, здесь, я так понял, припаяно к беспроводной зарядке. Двести градусов мощения. Поехали снимать зарядку. Так, здесь надо подогреть. Так, здесь надо подогреть. Так, здесь надо подогреть. Двести градусов. Так, здесь надо подогреть. Так, здесь надо подогреть. Так, здесь надо подогреть. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... 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 Устанавливаем шлейф, но сначала снимем кнопки, если они целые, они целые. Здесь тоже нужно поковыряться, это не кнопки от четвертого айфона или от шестого, здесь у меня целая конструкция. Сейчас я гляну под микроскопом, с какой стороны они отстегиваются, потому что не совсем видно. Так, отстегиваются они. С правой стороны и с правой стороны. Кто-то не знает, я думаю кто занимается ремонтом, все уже меняли эти кнопки. Вот я отстегнул замок, вытаскиваем кнопку. Да, я уже готов, я сперва. Что? Очень хорошо, спасибо. Я снимаю, тяга. Паса по на тарде, я буду смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Резкость Вот так вот короче Сейчас я сниму эту вторую под камерой Чтобы было видно Сразу поставим Так и замок Сверху пристегиваем Сверху пристегнуть под микроскопом Потому что не вижу всталый замок в паз Под микроскопом все отлично видно В общем-то все Крубку застегну И ставим вот этот стопор обязательно Хотя можно его не ставить Ничего там не отлетит Здесь не будет сильного падения Все Одна кнопка стоит Теперь попробую все это снять Резкость Снимаем стопор Отстегиваем вверх замок Надо надавить Обязательно Потому что замок не вылазит Если не надавишь И вытаскиваем Сам замок И вываливается кнопка Вставляем замок Застегнуем И вставляем стопор Друзья Все эти каркасы Они есть уже в сборке Продаются сборные То есть все эти кнопки Не надо этого геморроя Там все уже собрано Но естественно Все это стоит дороже Закручиваем Закручиваем Так Закручиваем Сверху Сверху Так И здесь Не путайте винты Все здесь Они с виду Кажется одинаковыми Но Они немного отличаются Это очень капризные Кнопки Что-то не то закрутишь Поменяешь местами Не притянешь Они отказываются работать Обязательно проверяем Клик Которого у меня нет Сильно притянул Можно чуть-чуть Устеть Ну а теперь порядок Так Давайте приклеим Все это На Шлейф Чтобы не болтался Не очень красиво Не очень красиво Сверху 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 Убираем опасную пыль. Поехали дальше. Здесь мы еще не забыли. Все поменяли. Остался верх. Давайте приклеим сразу пластик, чтобы не мешался. Поехали. 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 Так, разбираем верхнюю антенну. Не полагаю, это у нас дополнительная на Wi-Fi. Так, един винт у нас здесь на массу уже, головка крестообразная, не пойму, зачем нужна эта путаница. Так, это мы всё снимем под нагревом. Так, слив включения. Здесь ещё один винт на массу, только уже трёхлучевой. Внимательнее, друзья, с этой антенной. Так, тут у нас она в цей, я так думаю. Она обычно ставится здесь. Да, это у нас довольно длинный модуль. Хочу снимать его будем целиком. Это всё у нас один модуль. Поэтому, давайте начнём с кнопки питания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Также у нас здесь идет верхний микрофон, снимаем заглушку. Нагреем микрофон. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, и все это дело у нас идет на вспышку. Вспышка у нас под заглушкой, которая прикручена. Прям суппорт камеры закручена. Короче, все интереснее и интереснее. Давайте снимем суппорт микрофона. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Я надеялся, что у нас стоит, но он у нас не стоит. Так, и там стоит пыльник. Снимаем. Не знаю как. Приклеен. Приклеен. Приклеен на силикон. Не на силикон. Не на силикон, а на что-то типа Т7000. Снимаем. Давайте тоже его приклеим. что мне кажется будет давать шум и все-таки это микрофон. Насчет чего? А, ну подходи. На WhatsApp напиши мне что-нибудь, я тебе сейчас кину локацию. Так, и заглушку сверху пластиковая тоже посадим на клей, чтобы она никуда не делась, ну и звук не пропускала посторонний. Так, ну все. Так, это у нас разъем антенны, шлейф. Сейчас я оправлю человеку свою визитку. Итак, друзья, получимся дальше. Так, это мы сейчас пытаемся снять заглушку вспышки. Тут она у нас еще с клипсой. Так, и больше здесь, по-моему, ничего нет. Так, давайте ее нагреем. Да. Не успел я обрадоваться. Здесь у нас еще на массу контакт от нее идет. Круто снимаем. И еще один с крестообразной головкой. Числов нету. Сами видите. Проще системку сделать. Ремонтировать. На 11-м ПО, чем поменять корпус. Так, друзья, сейчас смотрю я ничего ли я не потерял. Единственное, давайте снимем вот эту подушку. Переставим ее сразу на корпус. Так, и теперь приступим к шлейфу антеннного вот этому. Довольно большой модуль. Берем пока шлейф включения в сторону. Его наставим после. Снимаем. Так, вот он у нас идет. Отсюда, кстати, кабель меняет толщину у нас. Снимем. Три винтика на корпус идут. У нас вот три винтика на корпус идут. Так, давайте. Три винтика на корпус идут. Да, все понятно. Фен. Отклеиваем антенну. Так, она у нас приклеена, по-моему, на стекло. Да, она у нас приклеена на стекло, поэтому аккуратно. Да, серебро настали. Да. Угу. Угу 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 Ну, что не могу сказать У меня есть, что я тебе говорю У меня есть мобиль и я говорю Угу 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 Ну, подходит к концу Наконец-то Демонтаж данной антенны Хорошо, хоть от стекла очищать не надо Так Ничего не забыли Кнопку мы переставим После антенны Угу 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 НО Угин Заявига Уж- Угин Так, винт улетел. Но это не страшно, потому что у меня уже полно таких трехлучевых винтиков, которые пошли по моему седьмого айфона, не знаю зачем они были нужны. Так, собираем антенну, друзья. Так, здесь у нас стоял контакт. Собираем на массу. Так, далее еще один контакт. Полгнуто, наверное, упадение. Так, стоп. Все это было вот так. Так, вот так. Так, вот так. Так, ну и сам корпус. Тут у нас винт кистообразный. Переставляем кнопку. Приставляем кнопку. Зажимаем, снимаем. Так. Так. Дальше. Так. ado. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ставим скобку Предохранитель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поставим шлейф Там дальше будет видно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чуть-чуть Вот так у нас идет шлейф Друзья конечно когда эту же работу я буду делать раз в 3-4-5 А в 5-й там уже можно делать все это закрытыми глазами Как к примеру на 10-ом айфоне Ну и на предыдущих Первый раз все это кажется страшным Долгим, нудным Очень важно Чтобы попался хорошего качества Корпус Это очень важно Даже на 5-ом айфоне Что касается 11-го Что касается 11-го Тут уже Так Так Вот Все это стало поближе к антенне Вот так Вот Вот так Вот еще точнее Далее Давайте Установим В отверстие Вспышку Так Как она у нас там смотрится Смотрится у нас шикарно Прям как оригинал Далее Далее Ставим Заглушку Вот тут вот с клипсой Так И все это дело собираем Так И все это дело собираем Так Спасибо за субтитры Крест-образный, по-моему, нашёл ламаску. Слешимся, то ничего страшного. Крест-лога К-как. Крест-лога К-как. Все нормально, вроде еще не торчит, как-то у нас на оригинале, отличий нет. Так, друзья, верхний модуль готов почти. Ставим микрофон верхний. Субтитры сделал DimaTorzok. Далее, давайте, наверное, наклеим батарею. Субтитры сделал DimaTorzok. Или давайте все-таки установим системку. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Так. Так. Сейчас я поищу резину на батарею. Далее, если у меня есть... К сожалению, закончились. Остались только такие. Но это не страшно. Это не страшно. Одну сюда, одну сюда. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ставим нижнюю заглушку. Так, вот он у нас стоит. Добрый. Сейчас, секунду. Ага. Понятно, эти винты я рано закрутил. Ага. 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 Стояние. Ага. Теперь можно ставить. Ага. Так, друзья. Смотрим, что здесь. Всё на месте. Ничего не забыли. Стекла пригодятся. Как раз у меня есть один без стекла. Так, ну и дисплей. Думаю, дальше всё понятно уже. Добьём до конца. Так, у нас без пластика идёт. Тогда снимаем вместе с пластиком. Ага. 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 Горьков, грунт. Ага. 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 Короче, друзья, сниму видео, я чувствую мне этот телефон еще принесут. Почти в этом уверен. Будем менять камеру. Что там еще не работало. Восстанавливать модем, либо перепаивать, восстанавливать контакты скорее всего на нем. Осталось две заглушки. Включаем телефон. Включаем телефон. Включаем телефон. Включаем телефон. крышку надо будет скинуть в инстаграм очень интересная получилась я имею в виду сломанная дорогущий дисплей на сегодняшний день на xbox не делаю я телефону планшету только такие дела друзья так вот получилось подписывайтесь на канал оставляйте комментарии сейчас начнем снова укладывать видео после карантина все работает все отлично как новый можно впарить кого нибудь без проблем всем удачи до новых встреч так